Добрый день! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина. И вот о чем расскажем. Отправили в объезд. На бульваре архитекторов закрыли для движения еще один перекресток. Надолго ли? Не капремонт, а стройка с нуля. Было принято решение не производить работы по укреплению стен, потому что старый ненадежный фундамент и нельзя было дать гарантию. Рабочие приступили к возведению новых стен 88-й гимназии. Успеют ли строители в срок и когда в учебное заведение вернутся школьники? Жемчужина деревянного зодчества среди каменных джунглей. Это дерево, которому больше 100 лет. То есть лиственница сохранилась и она простоит еще 100 лет. Омские волонтеры реставрируют здание времен русской революции, воплотившее в себе элементы классики и модерна. Как присоединиться к проекту? И экзотический символ яркого лета. Вот смотрите, вот летает сейчас бабочка, видите, да? Летает. Это морфон. В детском экоцентре вывели несколько десятков уникальных бабочек. Чтобы увидеть некоторых из них, у Амичей есть всего две недели. На левобережье перекрыли оживленный перекресток. Речь о пересечении бульвара архитекторов с улицы Икрупской. Сейчас проехать здесь можно только в направлении метромоста Лукашевича и Шаронова. Дорожники установили временные знаки и пластмассовые ограждения. Напомню, в рамках масштабной реконструкции проезжую часть бульвара архитекторов проширят до четырех, а на отдельных участках и до шести полос также проведут ремонт инженерных коммуникаций, смонтируют троллейбусные сети, оборудуют 15 остановок и две парковки. В Омске может появиться индустриальный технопарк для машиностроителей. Об этом губернатор Виталий Хаценко договорился с инвестором. Переговоры прошли на полях промышленного форума и на пром-2024. Компания «Инвестор» является одним из лидеров машиностроительной отрасли. Примеры таких парков есть в других регионах России. Это совокупность производственных и офисных площадей с полностью подготовленной современной инфраструктурой. Кроме того, технопарк может стать общей площадкой для представителей малого, среднего и крупного бизнеса. В ближайшее время будет определена территория, где и построят технопарк. Водителям Омского пассажирского транспорта подняли зарплату, гарантированной минимум 70 тысяч рублей. Плюс будут применяться надбавки за стаж, квалификацию и отработанные часы. Повышение действует с 1 июля, поэтому уже в следующем месяце водители получат ощутимую прибавку. Добавлю, что вопрос перерасчета зарплаты в этой отрасли обсуждался не один месяц из-за острого дефицита кадров. Как отметил мэр Сергей Шелест, такую индексацию планируют проводить ежегодно. От короткого замыкания ущерб в десятки тысяч рублей. Крупный пожар произошел в центральном округе Омска. Проводку замкнуло под капотом иномарки. Машина, припаркованная вблизи гаражей, загорелась. В считанные минуты пламя перекинулось на другие постройки. Огнем повредило и стоявшие рядом автомобили. Площадь пожара составила несколько десятков квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. Студенты-высокобальники, которые поступят в Омские вузы, получат губернаторские выплаты после окончания первого курса, то есть в 2025 году. Об условиях предоставления поощрительной субсидии рассказал сегодня на пресс-конференции министр образования Омской области Иван Крот. Отмечу, что данная мера соцподдержки не является стипендией, поэтому выплачивается с учетом налога. Высокобальники, кто набирает от 240 баллов и выше и поступает в Омские вузы, они получают премию от губернатора. Меру социальной поддержки от 30 до 120 тысяч рублей. Мы предусмотрели такую же меру соцподдержки и ребятам по двум экзаменам. Только там баллы скорректированы. По двум экзаменам не 240, как по трём, а от 160 баллов и выше. Они также могут получить меру социальной поддержки в виде премии от губернатора от 20 до 80 тысяч рублей. Максимальный балл по ЕГЭ в этом году получили 56 работ. Это на 12 больше, чем в прошлом. Что касается нововведений, впервые в этом году школьники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по собственному желанию. Напомню, что ранее сделать это можно было только по двум основным предметам – русскому языку и математике. И только если ученик не набрал по ним минимальный балл для получения аттестата. В Омске восстановят деревянный дом на Октябрьской улице. Здание построено во время Первой русской революции и интересно тем, что считает в себе элементы классики и модерна. Работы ведут в рамках проекта «Сохранение исторической городской среды Томсуэрфест». Поклонники старины заявляют, что восстановленный дом станет настоящим украшением кирпичных джунглей. Подробности в нашем триале. Работа несложная, но монотонная. Все декоративные канавки нужно тщательно зачистить, чтобы сохранить рельеф. Дом на Октябрьской 104 станет шестым по счету старинным зданием, которому участники фестиваля Томсуэрфест вернут первозданный облик. Сейчас мы снимаем поврежденный слой краски для того, чтобы в последующем покрыть новым слой краски, прошлифовать древесину. Наши предки своим рубанком врезали такие замечательные узоры, и мы всеми силами стараемся их сохранить. Карина, будущий архитектор, участвует в Томсуэрфесте второй год. Девушка хочет сохранить для будущих поколений исторические достопримечательности. Этот дом, по мнению волонтеров, настоящая жемчужина. Изысканный внешний вид, несмотря на смешение стилей. Краеведы увидели здесь влияние и барокко, и модерна, и арнуво. Этот дом остался последним среди каменных джунглей. То есть вокруг мы наблюдаем советскую, либо современную кирпичную застройку. Абсолютно со всех сторон он окружен уже современным городом. И поэтому мы немножко просто обязаны его взбодрить, чтобы он выглядел не позором и не чем-то, от чего нужно избавиться, а чтобы он выглядел украшением города. В истории дома известно мало. Построен примерно в 1905 году. Кто здесь жил до революции, неизвестно. Можно лишь предположить, что человек зажиточный, хотя и не богач. Например, купец средней руки или небольшой начальник. Сейчас дом двухквартирный, одна из них пустует. Здесь волонтеры сделали свой штаб. Тут же хранят зашлифованные ставни. Это дерево, которому больше 100 лет. То есть лиственница сохранилась, и она простоит еще 100 лет и больше. И самое интересное, что мы первые, кто вновь видит это дерево спустя 100 лет. До этого оно было, получается, скрыто от взора горожан многими слоями краски. Работа волонтерам предстоит много. Восстановить наличники, зачистить от старой краски фасады ставни, сделать карниз, подлатать крышу. Закончить планируют в сентябре. В будние дни волонтеры работают с 6 до 9 вечера. В выходные с 14 до 17 часов. Присоединиться к участникам Томсуэр-феста может любой желающий. Денис Жарков, Сергей Гаврилов, 12 кан. И вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску «Час новостей». Смотрите в 19.30. Осенние пейзажи среди жаркого лета. Несмотря на регулярный полив, больше 70 деревьев на улице Конева буквально иссохли. Ветки просто крошатся в руках. Листопады на улице Ленина. Следовредителей не замечено. Из-за чего деревья, высаженные несколько лет назад, умирают? И можно ли их реанимировать? В рейд по городским улицам вместе с экологами и агрономами отправилась Валентина Шемякина. Вовремя пришли на помощь, а Мичка спасла бездомную собаку от инвалидности. По каким-то причинам сейчас эта пластина начала отторгаться. Мы не знаем, что случилось, но, возможно, собака осталась бы без лапы. Дворняги сделали операцию. Сейчас она проходит реабилитацию в муниципальном приюте, где и другим обитателям требуется помощь. У него очень серьезные проблемы с желудком, поэтому ему нельзя жить на улице. Чем им мечи могут помочь, узнавала Регина Абузарова. И семейная идиллия в экоцентре – прибавление у пары черных лебедей. Птенцы, появившиеся на свет сутки назад, уже гуляют по вольеру, плещутся в водоеме и лакомятся сочной травой. Мама держит дистанцию от всех, а папа нас всех пытается напугать. Интересные факты о пернатом семействе в вечернем выпуске «Часа новостей». Пенсии работающих пенсионеров проиндексируют соответствующий закон, подписал Владимир Путин. Напомню, эта мера была приостановлена в 2016 году. С тех пор социальная выплата работающих пенсионеров оставалась неизменной. Теперь ее увеличат, при этом учтут все прошедшие индексации, включая период с 2016 по 2024 годы. Добавлю, что перерасчет выплат для неработающих пенсионеров проводится дважды в год, в феврале по уровню инфляции, а также в апреле с учетом стоимости пенсионного коэффициента. Правоохранители задержали Амича, который задушил родственницу и выбросил ее тело на берегу реки. Совершил убийство. А поругались почему? Ну, из-за того, что я его подрублял на наркотики. Задержание прошло по горячим следам. Мужчину поймали в ломбарде, когда он пытался сдать ювелирное украшение погибшей. Причиной жестокой расправы стал конфликт. Ссора переросла в драку. Тело уже мертвое. Женщина подозреваемый увез на ее машине к реке, но на обратном пути попал в серьезное ДТП. Бросил автомобиль и скрылся на попутках. Однако ответственности сбежать не удалось. Возбуждено уголовное дело. Идет расследование. В центре Омска почти на год перекроют движение на Комсомольском мосту. Капремонт сооружения начнут в октябре 2025 года. Работы масштабные, потребуют ограничения движения. Изначально в мэрии планировали уложиться в 4-5 месяцев. Однако этот срок придется увеличить, пояснили специалисты архитектурно-градостроительного комитета. Впрочем, чтобы не допустить транспортного коллапса, перед ремонтом эксперты Дептранса проведут математическое моделирование транспортных потоков. О том, как изменится движение в центре города, предупредят заранее. Но в Большоуковском районе построят новый мост. Его возведут в селе Чебаклы. Переправа должна соединить два берега местной реки. Сейчас администрация ищет подрядчика для проектировки сооружения. Новый мост должен быть протяженностью около 15 метров и вмещать две полосы движения шириной по 3 метра. Также обязательно считается установка наружного освещения. Строительство обойдется примерно в 5,5 миллионов рублей. Начало работ запланировано на 2025 год. Тем временем продолжается ремонт двух участков трассы Омск-Муромцево-Сидельниково. Работы идут по президентскому нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Капремонт 88-й гимназии завершат к началу следующего учебного года. Сегодня мэромска Сергей Шелест лично проконтролировал ход строительства. Здание школы восстанавливают практически с нуля. Сейчас к объекту подведены коммуникации, завершены работы по устройству цокольного этажа. Ведется кирпичная кладка стен здания. Их толщина составляет 77 сантиметров. Это значит, что строение будет надежным с тепло- и шумоизоляционными свойствами. На ремонт школы направят более 380 миллионов рублей. При этом новое здание сохранит прежние параметры и архитектурный облик. На площадке трудится около 50 человек. 88-я гимназия. С 2019 года она закрыта была. В 2020 году была признана аварийной. Было принято решение не производить работы по укреплению стен, потому что старый ненадежный фундамент. И нельзя было дать гарантию, что школа будет долго и стабильно работать впоследствии. Надеюсь, что мы получим в этом году контур, полностью тепловой закроем. И в следующем году постараемся сделать прекрасный подарок для наших детей, родителей и учителей. На сегодняшний день строительная готовность объекта 7%. Через 10 дней, полностью с нулевого цикла, мы выйдем и начнем, приступим к перекрытию подвала и в отведении кирпичных стен первого этажа. Ну а на следующий год уже будет второй этап капитального строительства. Это внутренняя отделка. Напомню, что капитальный ремонт здания гимназии начали еще два года назад. Планировалось, что работы завершат в декабре 2023-го. Однако строители обнаружили ранее неучтенные дефекты. Аварийное здание разобрали до фундамента, а проект капремонта скорректировали. Долгожданное событие для православных верующих Воскресенский военный собор осветили великим чином. Богослужение провели митрополит Омский Таврический Дионисий и епископ Калачинский и Муромцевский Силуан. Во время таинства храму передали особенную благодать, преобразующую его из простого здания в Дом Господень. Освящение приурочили к празднованию Тихвинской иконы Божьей Матери, чтимый список которой находится в храме. Воскресенский военный собор – первая каменная церковь города, заложенная в центре Второй Омской крепости 8 июня 1769 года. В 1958 году храм был разобран, а в 2016 восстановлен по случаю 300-летия Омска. Сегодня после таинства освящения наградили тех, кто принимал участие в восстановлении собора. Все выдающиеся люди, которые с городом связаны, в городе бывали по своей воле, не по своей воле, как Федор Михайлович Достоевский, все так или иначе Воскресенский собор посещали. И не просто посещали, а молились там Богу. И поэтому сегодняшний аккорд, завершающий воссоздание Воскресенского собора – это, безусловно, очень важное событие. Это красивейший обряд. Я впервые присутствовала на таком интересном, большом освящении. И сначала митрополит сколачивал престол, затем проходила процедура его освящения, а потом крестный ход и затем молебен. И вот за эти три часа действительно была возможность не просто помолиться Богу за себя, за родных, близких, за тех, кто сегодня защищает Отечество. На свидание с символом лета всего две недели в детском экоцентре вывели десятки уникальных бабочек. Вот только век этих прекрасных созданий короткий, а двух дней до нескольких месяцев увидеть каждую из них успела моя коллега Ольга Седачева. Вот смотрите, вот летает сейчас бабочка, видите, да, летает. Это морфо. Что в переводе значит «красивая». И это название как нельзя ярче описывает потрясающий внешний вид этих бабочек, говорит Голиопия Заломаева. Секрет их великолепия – небесно-синие крылья с металлическим отблеском. Их размер достигает 16 сантиметров. Морфо – дневная бабочка. Вот сидят на окне, на стекле видно. Дневная бабочка сроком жизни около месяца. То есть активность у них днем. Питаются они нектаром, соками перезревших фруктов. Еще одна дневная бабочка – орнитоптера золотистая. Это одна из самых крупных пород мира. По-другому их еще называют птицекрылыми. Схоже с пернатами находят в заостренной форме крыльев. Интересно, что эти красавицы не так безобидны, как кажется. Они ядовиты. Достаточно для бабочек у него приличный срок жизни. То есть это 10 дней-две недели примерно. А вот долгожительницы на выставке – совинный глаз. Жить бабочки могут до двух месяцев. В естественной среде спасаться от хищников им помогает необычный окрас крыльев. Узоры в виде глаз могут отпугивать или отвлекать их внимание. Больше всего мне понравились бабочки. Мне понравились тем, что их окрас. Я еще, мне кажется, таких никогда не видела. Красивейшие бабочки разных цветов и размеров в вольере – азиатки. За время действия выставки в детском экоцентре уже сменились десятки их поколений. Куколок мы закупаем. Дальше они уже выходят у нас. То есть виды подобраны по срокам жизни, чтобы более-менее постоянно были в вольере. Питаются они стандартно, как и у всех. Это соки растений, нектар, имитирующий нектар, то есть из меда делается. Методист говорит, с бабочками связано много легенд. В разных странах эти красавицы – символ счастья, успеха и верности. Ольга Седочева, Павел Акухов, 12 канал. Новичок команды «Нефтяник Титан» прибыла в Омск. Марина Кузина – одна из самых титулованных действующих баскетболисток российской сборной. Заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка Европы и бронзовый призер Мировой лиги. Также спортсменка награждена медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени за вклад в развитие физкультуры и спорта. Девушка играла в составе практически всех сильнейших команд России – УГМК, Надежда, Спарта, НТК и Московская Динамо. Прошлый сезон Кузина провела в Самаре, была одним из лидеров команды и ярким игроком премьер-лиги. В Омске она уже приступила к тренировкам по индивидуальной программе. Тренерский состав команды «Нефтяник Титан» возлагает большие надежды на опытнейшую баскетболистку. Сама же Марина ставит перед собой только высокие цели. Задачи на сезон. Но что касается меня лично, то, конечно, будем стремиться только к самому высокому. Исходя, опять же, из реальности того, чего мы можем, но, опять же, можно и как шагнуть намного выше. Потому что мяч круглый, женский баскетбол непредсказуемый. Я думаю, что у нас должно получиться все и даже больше. И еще о спорте. В Якутске завершились восьмые международные спортивные игры «Дети Азии-2024», где в составе сборной «Сибирь» отличились омские атлеты. Медаль в общекомандном зачете подсчитал наш спортивный обозреватель Алексей Дарьев. В Якутске завершились восьмые международные спортивные игры «Дети Азии-2024», которые объединили более 2700 человек из 24 стран. По итогам состязаний в копилке омских спортсменов 11 медалей. В соревнованиях по художественной гимнастике наша Ульяна Янус стала победительницей в многоборье. Также Ульяна лидировала в упражнениях с лентой и обручем и поднялась на вторую ступень педестала в упражнениях с мячом и с булавами. В многоборье в групповых упражнениях омички Енина Янус, Елизавета Яндовицкая, Елизавета Ипатова, Анна Бирич, Ева Сулаева и Ксения Санникова показали второй результат. Они же в групповых выступлениях завоевали награду высшей пробы в упражнении с булавами и бронзу в упражнении с обручами. Таким образом, всего на счету омских граций 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая награды. На стадионе Туйма-Ада прошли соревнования по легкой атлетике, где омская спортсменка Мария Давыдова смогла показать лучший результат в беге на 400 метров со временем 56,61 секунды. Она же в составе сибирской команды стала обладательницей серебряной медали в эстафете 4 на 4. В боксерском турнире амич Егор Губин стал серебряным прессером весовой категории 66 килограммов. По итогам игр «Дети Азии» сборная Сибирского федерального округа, за которую выступали амичи, заняла второе место в командном зачете. По общему количеству наград сибиряки уступили только дружине из Казахстана, а по числу золота пропустили вперед лишь команду Узбекистана. Футбольный клуб «Иртыш» расстался с 16 игроками. У 12 из них закончились контракты. Это Алексеев, Антипов, Арапов, Боссов, Еременко, Гордиенко, Карпук, Лаптев, Подаксенов, Сухомлинов, Чушьялов и Шахтиев. Еще у четверых завершился срок аренды. Речь про Гулько, Иршова, Шерифулина и капитана команды Андрея Разбора. При этом в РТШ рассчитывают на тренерский штаб. Клуб переподписал соглашение с Максимом Мишаткиным. Алексей Дарьев, 12 канал. Далее прогноз погоды на все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислав их по электронной почте или позвонив в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра 10 июля в Омске малооблачно, без осадков. Ночью до плюс 19, днем 26-28 градусов выше нуля. В районах переменная облачность. В ночное время плюс 16, плюс 18, днем до 25 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. На этом у меня пока все новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин